МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Собственное производство Республики обеспечивает основными сельхозпродуктами. Но пока не хватает мяса птицам. Также предстоит решить задачу по введению в оборот необрабатываемых земель. Их сейчас в Республике более 30 гектаров. Об этом рассказал министр сельского хозяйства Чувашии. Что еще обсудили на заседании правительства, смотрите в следующем репортаже. Обеспечить людей качественным мясом, молоком и овощами – главная задача, отметил глава Республики. И поручил должностным лицам проследить за тем, чтобы некачественные продукты, в особенности импортное мясо, не попало в детские сады, школы и больницы Чувашии. По рекламе должны заниматься сами организации агропромышленного комплекса. Что это здоровое питание, экологически чистые продукты. Усилий организации, произведящих продукты питания. Сельское хозяйство Чувашии идет в ногу со временем. Благоприятное влияние на развитие агропромышленного комплекса оказывают ускоренное развитие животноводства, стимулирование малых форм бизнеса и обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе. В этом году мы ставим задачу по привлечению инвестиций. Это особенности Акашевская птицефабрика. В том числе, кроме птицефабрики, планируют привлечение инвестиций и производство растеневоческой продукции. Будем работать по увеличению объемов привлечения инвестиций. При этом глава республики рекомендовал ведомствам быть более внимательными в своих выступлениях. Директор департамента растеневодства начал сравнивать тоже комментарии своей недели соответствующие производство зерна на душу населения, производство картофеля на душу населения. Это тоже некорректно сегодня сравнивать производство зерна на территории Чувашской республики с регионами зерновоческими, где картофель вообще не производят. Это доход земли, прибыль, вот индекс физического объема. Комментарии свои, как специалисты, давайте правдивые, чтобы люди, по крайней мере, читая, получая эту объективную информацию, могли различать, где правду тоже, где это чистые такие наезды, так скажем. Город Мариинский посад, село Порецкое, село Яльчики и Шаркистринское сельское поселение Урмарского района стали самыми благоустроенными поселениями Чувашии за прошлый год. На поощрение всех участников конкурса выделено более 1 миллиона рублей. Города и села, которые хотят получить звание самых благоустроенных, в этом году уже могут подавать заявки Минстрой Чувашии. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Министр образования и науки России Дмитрий Ливанов направил в правительство программу реорганизации неэффективных вузов, рассчитанную на два года. В финальном черном списке министерства 30 учебных заведений, которые будут реорганизованы и присоединены к другим вузам. 70 других нуждаются в оптимизации учебной и экономической деятельности. Депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова прокомментировала эту новость нашей телерадиокомпании по телефону. Кстати, ни один из чувашских вузов в черном списке не значится. Университеты нужны регионам, нужны Чувашской республике. Это образующий город, образующий регион. Это интеллектуальные центры. Поэтому действительно этого нельзя было ни в коем случае допустить, чтобы университетов вдруг не стало. Но с другой стороны, я бы хотела сказать, что расслабляться нельзя. Есть и второй список 70 университетов, которым необходимо оптимизировать экономическую деятельность, учебную деятельность своих университетов. Но что еще хочу сказать, что действительно многие правы, и министерство права в том, что сегодня необходимо переходить уже на рыночные рельсы. И очень многие университеты все же еще не перестроились. И главы университетов пока что очень вяло занимаются развитием университетов. Поскольку очень важно, чтобы наше образование было конкурентоспособным, то поэтому сами тенденции и сами устремления министерства образования понятны. Если ваше чувство оскорбляет слегка одетая особа, которая подмигивает с рекламного счета, а за оказание простой услуги с вас требует значительную сумму, это повод обратиться в антимонопольную службу. О подобных случаях и о проделанной работе за первый квартал сотрудники Чувашскую ФАС рассказали на встрече с журналистами. Использование своего положения и искусственное завышение цен. Именно на это указывают около половины обращений, которые поступили в антимонопольную службу за первый квартал 2013 года. К примеру, справка об оборотах по расчетному счету в Чувашском отделении Волговятского банка Сбербанка с начала 2012 года стоила 1200 рублей. Это примерно в пять раз дороже, чем в других банках. Данная справка является одним из обязательных документов для того, чтобы получить кредит как в ином банке, так и для оказания получения господдержки. И, соответственно, клиенты Сбербанка, чтобы получить данную справку, оказались в неравных условиях по сравнению с другими банками. Так как в этот же период стоимость справки в других банках составляла от 200 рублей. Однако еще в ходе рассмотрения этого дела банк сам снизил цену. Нарушение было устранено. Впрочем, если одни пользуются своим доминирующим положением, то другие выставляют в невыгодном свете конкурентов. Это попадает под статью «Недобросовестная конкуренция». Одна из управляющих компаний переманивала к себе жильцов, запугивая их тем, что придется платить за долги другой. Следит антимонопольная служба и за тем, как компании или организации заявляют о себе. Иногда реклама является не только навязчивой, но и просто неприличной. Так девушка в белом на одном из рекламных счетов города очень отдаленно напоминала медработника. Комиссия, прежде чем рассмотреть дело, собрала методический совет, который у нас есть. И на этом методическом совете членами было высказано мнение, что данная реклама с таким образом неприлична и оскорбительна для медицинских работников. По данным УФАС, нарушения антимонопольного законодательства были и со стороны администрации города. Она вовремя не проводила конкурс среди управляющих компаний для новостроек. В итоге компанию выбирал сам застройщик. Когда сам застройщик назначает управляющую компанию, то здесь есть возможность договориться и передать дом с определенными недоделками. Другими словами, скучать антимонопольщикам не приходится. Ведь только за первый месяц этого года в службу поступило более сотни заявлений. Вынесено 32 постановления о штрафах. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Реклама вне закона. Столичные власти продолжают наводить порядок на чебоксарских улицах. Устанавливая в городе плакаты, вывески и штендеры, некоторые бизнесмены не торопятся оформлять на них надлежащие документы. К нарушителям подход строгий. Конструкции демонтируют. Сегодня в одном из рейдов побывали мои коллеги. Рекламный щит, который указывал горожанам, как проехать к автоюристам, скоро и сам уедет по своясе. Конструкция в этом месте была установлена незаконно, без согласования с администрацией города. Пользу эта вывеска приносила только бизнесменам. Госпошлин в казну города они не заплатили. Нарушение карается строго. Одна минута, и щит буквально выдергивают из земли. После демонтажа рекламный щит отправляют на склад. На неопределенное время, пока за ним не вернется хозяин. Впрочем, бизнесмену сейчас грозит административное наказание и даже крупный денежный штраф. Незаконных вывесок в городе хоть отбавляй. Рейды столичная администрация проводит часто. Рабочим приходилось демонтировать даже громадные щиты. Этими конструкциями владели частные компании, которые просрочили платежи за аренду. Порядок на рынке рекламных услуг власти пытаются навести при помощи инвентаризации объектов. Чиновники укажут бизнесу на все точки, где можно размещать рекламу, а где нет. Мы на сегодняшний момент максимально хотим развить рынок в пределах допустимых нормов и СНИПов. Чтобы наш рынок был, скажем так, прозрачным. Чтобы вся информация была легкодоступной как для пользователей, так и для самих рекламораспространителей. Рекламные щиты с улиц убирают и после жалоб горожан. Некоторые жители уже успели пожаловаться чиновникам на слишком яркий свет от вывесок. После тотальной проверки такие тоже могут демонтировать. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. Сегодня в Чувашском госпедуниверситете прошел Чувашский диктант. Он аналог тотального диктанта на русском языке. Два малых народа, удмурты и тувинцы, провели уже подобную акцию. Чуваша, третья в списке. Студенты, учителя, художники, писатели и даже министр образования собрались в аудитории, чтобы проверить свою грамотность. Подобные акции организаторы хотят способствовать развитию письменной чувашской речи. Автор текста – народный поэт Чуваши Юрий Семензер. Читал его победитель всероссийского конкурса «Учитель года» среди преподавателей родных языков Александр Степанов. Диктант можно было писать и удаленно. Текст транслировался и в эфире национального радио. Завтра на официальном сайте Чувашского государственного педагогического университета опубликуют результаты испытаний. Всичувашский диктант является подтверждением тому, что язык жив, он будет жить, потому что вы видите, в залах переполнены людьми, которые не просто хотят продемонстрировать свои знания, а которые хотят показать всем другим, что язык, он востребован. Национальная телерадиокомпания Чуваши продолжает цикл репортажей «Родные лица Великой Победы». Сегодня герой репортажа Николай Скородумов. Война встретила Николая Скородумова, когда он только закончил первый курс Порецкого педагогического училища и ехал домой на каникулы. Жизнь перевернулась. Теперь вместо светлого будущего лишняя определенность и слезы матерей. Место учебы 16-летний Николай вместе с другими мальчишками укреплял берега Суры, строил оборонительные рубежи, чтобы немецкие танки не могли прорвать оборону. В 43-м он был призван в пехоту. Но прежде чем попасть на фронт, молодой солдат прошел обучение в Тульском офицерском училище. Так 19-летний парень стал командиром взвода. Своё посвящение службу он помнит очень отчетливо. Во-первых, на нас была, надели нас в новые шерстяные офицерские костюмы в гимнастерке и брюки из английской формы шерсти. Шинель были из английского сукна. Представляете? И мы пижоны, грубо говоря, пацаны, ну что, по 19 лет, командовать солдатами, которые уже были и раненые, были и на фронтах, были многие из них. Вот мне поручили взвод. Завоевать доверие оказалось не так просто. Но молодому офицеру это удалось. Вот тут мой конек. Я стал стрелять. Они смотрят, говорят, ну все. Командир у нас хорошо стреляет. Он доверие совсем другое ко мне стало. Вот тут я уже стал их товарищем. Взвод Скородумова переправили в Польшу, готовится к наступлению. Ветеран вспоминает, как сложно было преодолеть 400 километров всего за шесть дней и показывает чудом сохранившуюся карту. На седьмой день ожесточенный бой и тяжелое ранение. Один из осколков от разорвавшейся мины ветеран до сих пор носит под сердцем. Один из эпизодов войны Николай Григорьевич все же вспоминает с улыбкой. Идем мы менять на передовую. В этом тумане настречном двигаются. Ну что такое? Тоже кто-то. И представьте себе, шли немцы. Вот в этом тумане перепутали. Мы идем на запад, а не на восток. Целые, наверное, роты не меньше. Это человек под сто. Вот такие вот, это действительно был момент. Всех их хохочем и тоже думаем, ну как же так вот. И не стреляем друг в друга. Чувству юмора и энергичности Николая Скородумова можно позавидовать. Эти качества помогают ему на протяжении всей жизни, как и спорт, который спас его от смерти в годы войны. Сегодня заслуги ветерана не перечислить. На доске почета грамота от первых лиц Чувашии и России за неоценимый вклад в развитие спорта. Создание таких объектов, как стадион Олимпийский, физкультурно-оздоровительный комплекс ЧГПУ, четырехзальный комплекс в Новочебоксарске, составленная лично им энциклопедия спорта Чувашии, все это на счету ветерана. Но на этом он не останавливается. И по сей день занимается исследовательской деятельностью и пишет книги. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. Двое жителей Новочебоксарска помогли задержать подозреваемого в дерзком нападении на ювелирный салон. Мужчины обезвредили молодого человека, вооруженного молотком и двумя пистолетами. Добровольных помощников поблагодарили сотрудники Новочебоксарского УВД. Юрий Макаров и Валерий Скворцов немного смущаются перед объективом камер и искренне недоумевают от столь пристального внимания к ним. В выходной день они оба пришли в торговую точку за покупками. Первым налетчика заметил Юрий. Злоумышленник действовал самоуверенно. Нанес молотком несколько ударов по витрине и попытался открыто похитить лоток с ювелирными изделиями. Но не тут-то было. Горожанин повалил его на пол. В момент борьбы к нему на помощь пришел и Валерий. К тому времени налетчик умудрился достать газовые и травматические пистолеты и произвести выстрелы. Он стреляет, значит, когда мы уже, в принципе, его к полу прижали. Два выстрела прижали, вот все. То есть такого, как мы пистолета не видели сначала, изначально, когда я его грабил. К счастью, никто не пострадал, если не считать простреленную куртку одного из героев. А злоумышленник был задержан. Им оказался 22-летний ранее судимый молодой человек. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Свою вину, несмотря на весомые улики, он не признает. В магазине зачем витрюру пытался разжечь? Попробуем. Из кулибранских побуждений. Что ты? Из кулибранских побуждений. Что хотел там, зачем? Да, не взялся. Потом тебя наводят все будут. Ничего не хватит. Да. От имени руководства МВД Республики начальник отдела МВД России по Новочебоксарску Сергей Павлов поблагодарил их за проявленную смелость и вручил каждому из мужчин почетную грамоту и телевизор. Почетной грамотой награждается Скворцов Валерий Владимирович за проявленное высокое гражданское самосознание, проявленную смелость, четкое и умелое действие при задержании подозреваемого, совершившего тяжкое преступление. Спасибо. Поблагодарила горожан и владелица ювелирного салона. Женщина выразила слова признательности и вручила каждому из горожан денежную премию. По словам мужчин, это совсем не геройство. Как бы высокопарно ни звучало, но так должен поступать каждый настоящий мужчина. Недавно в Чубоксарах открылся центр передержки бездомных животных. Сюда привозят собак, которых отлавливают на улицах города. Как работает центр передержки в нашем репортаже. Центр передержки домашних животных открылся недавно. Но здесь всегда много помощников. Хозяева приюта говорят, что рады любой помощи. Нужна не только помощь в уходе за животными. Не откажутся в приюте я от кормов. Я увидела объявление о приюте на форуме, на связи. Очень обрадовалась, что у нас наконец-то открылся приют, потому что очень долго ждали открытия. У нас очень много бездомных животных, собачек очень много бездомных. Очень хочется им помочь. Хочется помочь всем. Конечно, возможности помочь всем нету. Ну, хоть какой-то части. Я надеюсь, что я с вами и помочь. У каждой собаки здесь своя история, рассказывает Ася Ведовская, хозяйка приюта. 1 марта по дверью обнаружили коробку с щенком. Он был больной и слабый. Но сотрудники центра все же выходили собаку. 1 марта нам первый раз за всю нашу деятельность подкинули щенка. Моя работница пришла на работу к 9 часам, обнаружила перед входом на территорию коробку из-под шампанского советского. А в коробке сидела метис-овчарочки, видимо, щеночек маленький. Где-то на вид примерно месяца, меньше двух. Щенок была, девочка, девочка была в очень ужасном состоянии. На ней буквально шерсть ходила, шевелилась. Очень богатая микрофлора была в шерсти. Там и блохи, и волосоеды, запахи были страшные. Ну, мы ее подлечили, кучу лекарств на нее потратили. К счастью, ее у нас подлечили уже. Она расцвела, стала очень красивой. Назвали мы ее, кстати, Марта, в честь 1 марта, когда она у нас появилась. Вот. Мы ее пристроили. Уехал недалеко, взял хозяин с Ольгешева. С большой радостью. Приют работает пока первый год. Здесь содержится 13 собак. Все питомцы привиты. Штатный ветеринар обязательно осматривает всех собак и щенков. Всего же за животными смотрят 4 человека. К нам привозят собак, отловленные собак спецавтохозяйства, которые отлавливают на улицах нашего города. Этих собак, щенков и собак явно домашних, мы их стараемся привести в норму, подлечить, отмыть и найти им нового хозяина. Либо по возможности бывшего хозяина, если таковые были. Уже 15 щенков нашли новых хозяев. В центре знают про каждого. Кому отдали и как он живет в новой семье. В 90-летие со дня основания отметил Союз профессиональных писателей Чувашии. Известные авторы книг и поэты собрались в национальной библиотеке, чтобы поговорить о наболевшем. Писатели, говорят члены Союза, сейчас не прикрывают мрачные картины розовыми очками. В своих рассказах они стараются чаще выставлять на показ правду, какая бы она ни была. Каждый год из-под пера членов Чувашского Союза выходят десятки книг и сборников стихов. Профессиональные авторы утверждают, что в последнее время их статус изменился. Писательской деятельностью в основном занимаются люди зрелого возраста. До сегодняшнего дня в Союзе состояло 119 человек. Прямо на собрании членский билет вручили еще одному писателю. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»